Тема сегодняшнего занятия посвящена учению об инфекции. Сходный процесс, вызываемый простейшими генминтами и насекомыми, называется инвазия. Возникновение, течение и исход инфекционного процесса определяется тремя группами факторов. Первая группа – это количественные и качественные характеристики микроорганизма. Вторая группа – состояние макроорганизма, степень его восприимчивости. И третья группа – это действия физических, химических и биологических факторов окружающей среды, которые обуславливают возможность контакта между представителями разных видов. Инфекционный процесс может проявляться на всех уровнях организации биологической системы макроорганизмов. Например, популяционный уровень определяет взаимодействие микроорганизма с восприимчивыми особями популяции. Организменный уровень – это, собственно, инфекционный процесс. Ниже стоящий же уровень является тканево-органный, клеточный, субклеточный и молекулярный, в основе которых лежит конкурентное взаимодействие биологических молекул, микробов и организмов. Инфекционный процесс – это динамичная форма взаимодействия между микробами и макроорганизмов, которая протекает с постоянной сменой причинно-следственных взаимоотношений. Условно, его можно подразделить на несколько стадий. Первая стадия – это проникновение микробов в макроорганизм. Пусковым моментом инфекционного процесса является биомедрение и адаптация микробов в месте входных ворот, то есть заражение и инфицирование, а также адгезия, то есть прилипание микробов клеткам макроорганизма, которые проникают обычно через входные ворота. Вторая стадия – это колонизация. Горизонтальное заселение кожных покровов и слизистых оболочек в месте входных ворот. Способность и при колонизации некоторые микроорганизмы могут также и проникать в глубину клеток. Способность микробов проникать внутрь клеток макроорганизма называется пенетрацией. При этом происходит размножение микробов, образование новых поколений возбудителя при наличии благоприятных условий. Также они начинают продуцировать свои метаболиты, например, ферменты, токсины. Третья стадия – диссеминация, то есть распространение микробов за пределы первичного очага внедрения и колонизация микробов лимфогематогенным путем, бронхогенным или переневральным, что ведет к генерализации инфекционного процесса. Четвертая стадия – мобилизация защитных факторов макроорганизма. То есть макроорганизм мобилизует все присущие ему первоначально неспецифические, а затем и специфические факторы защиты, в действиях которых направлены на нейтрализацию как самих микробов, так и токсинов и на восстановление нарушенного гомеостаза макроорганизма. Пятая стадия – окончание и исход инфекционного процесса. В большинстве случаев происходит санация, то есть выздоровление, формирование иммунитета. В ряде же случаев инфекционный процесс может заканчиваться летальным исходом. И в некоторых случаях, когда между микробами и макроорганизмом устанавливается равновесие, происходит развитие микробоносительства. Патогенные микробы – это паразиты, которые произошли в ходе длительной сопряженной эволюции ацепропитов. Эти микробы по способности к внутриклеточному паразитированию можно разделить на три группы. Облигатные внутриклеточные паразиты – они удовлетворяют свои пищевые потребности только в условиях внутриклеточной среды, которая богата органическими веществами и аателем. Помимо обеспечения метаболических, энергетических, генетических и белоксинтезирующих потребностей микробов, клетка также защищает их от действия антител, фагоцитов, бактериопадов и антибиотиков. К облигатным внутриклеточным паразитам относятся вирусы, рикетии, к ламидии, которые не могут культивироваться на искусственных питательных средах. Факультативные внутриклеточные паразиты способны существовать как внутри, так и вне клетки, а при нахождении в организме хозяина преобладает внутриклеточное размножение, хотя они могут размножаться и вне клетки. К ним относятся возбудители туберкулеза, бруцеллеза, тулеремии, гонореи, и данные микробы могут культивироваться также на искусственных питательных средах. Облигатные внеклеточные паразиты – это микробы, которые не проникают внутрь клетки, а они могут прикрепляться к ее поверхности и также распространяться по межклеточным пространствам. Примером таких микроорганизмов являются, допустим, микоплазмы, лептоспиры, возбудители холеры. Для них характерна продукция экзоферментов, которые способствуют их агрессии и инвазии. Патогенные микробы должны обладать целым рядом свойств и прежде всего патогенностью. Патогенность – это потенциальная способность микробов вызывать инфекционный процесс, то есть проникать в макроорганизм определенного вида хозяина, размножаться в нем, вызывать различные нарушения гомеостаза и развитие ответных реакций со стороны макроорганизма. В отличие от патогенности, которая характеризуется лишь потенциальной способностью данного вида вызывать инфекционный процесс, вирулентность – это динамичное индивидуальное свойство данного штамма микробов, способное вызывать развитие инфекционного процесса. Это мера патогенности, то есть ее качественная характеристика или генотипическое проявление генотипа. В лабораторных условиях о вирулентности микробов и силе действия их токсинов судят по величине летальной дозы, то есть LD обозначается, и инфицирующей – ID-доз. Летальная доза – это наименьшее количество живого возбудителя или токсина, который вызывает определенный срок гибель конкретного количества животных, взятых в опыт. Существуют следующие показатели. Это дозис серта леталис, то есть DCL обозначается, наименьшее количество живого микроба или его токсина, которое в течение определенного времени вызывает гибель 100% экспериментальных животных. То есть она считается, безусловно, смертельной дозой. Дозис леталис – минимум наименьшее количество живого микроба или его токсина, который вызывает гибель 95% животных в течение определенного времени. И также чаще всего используют LD50 – это доза живого микроба или его токсина, которая вызывает в течение определенного времени гибель 50% экспериментальных животных. Инфицирующая доза – это минимальное количество живых микробов, способное вызвать инфекционные заболевания. У определенного количества животных взят этот опыт. И чаще всего используют ID50 – это минимальное количество микробов, способные вызвать развитие инфекционного процесса уже 50% зараженных экспериментальных животных. Как я указала выше, патогенность является потенциальной способностью микроорганизмов вызывать инфекционный процесс, и патогенность является видовым генотипическим признаком. Факторы же патогенности – это материальные носители, которые обуславливают способность микробов вызывать инфекционный процесс. Для того, чтобы по степени патогенности микробы подразделяются на патогенные, которые – это возбудители инфекционной болезни человека, животных и растений, и их адаптация по процессе эволюции зашла так далеко, что существование их в макроорганизме является необходимым условием в сохранении микробов как биологического вида. Сопрофиты – не патогенные микробы. Они питаются мертвыми тканями растений и животных или продуктами их жизнедеятельности, не зависят от макроорганизма. Некоторые микробы, например, такие как возбудитель сибирской язвы, патулизм, островника, находясь в печь, почве, ведут себя как сопрофиты. И патогенность их проявляется лишь после случайного проникновения в макроорганизм. Условно-патогенные микробы оказывают болезнетворное воздействие на макроорганизм при определенных условиях. Тогда они могут пассивно проникать во внутреннюю среду макроорганизма в больших количествах на фоне резкого снижения резистентности макроорганизма. Для патогенных микробов характерна нозологическая специфичность и органотропность. Нозологическая специфичность заключается в том, что каждый вид патогенных микробов способен вызывать только для него характерный инфекционный процесс и симптомы комплекс патологических реакций. Например, возбудитель брюшной тип вызывает только сальмонелл. Сальмонеллоти apple вызывает только брюшной тип. Лесилия менингититиз вызывает минингококовые инфекции. Органотропность – это поражение клеток, тканей и органах, наиболее подходящих по своим биохимическим свойствам для жизнедеятельности данных микробов. Например, возбудители воздушно-капельных инфекций поражают дыхательные пути, а возбудители кишечных инфекций – желудочно-кишечные травмы. Для того, чтобы противостоять защитным факторам макроорганизмов, патогенные микробы должны обладать способностью к стойкой адгезии и колонизации. Также они должны обладать способностью имбазировать, пенетрировать, обладать агрессивностью, им должны оказывать токсическое воздействие на макроорганизм. Адгезия и колонизация – это пусковые механизмы инфекционного процесса. Адгезия характеризуется специфичностью, которая проявляется в избирательной способности микробы прикрепляться к эпителиальным клеткам определенного хозяина, определенных систем и органов, то есть это органотропность. Структуры микробы, которые ответственны за прикрепление, называют адгезинами или легандами, а структуры эукалитической клетки называются рецепторами. Между ними происходит леганд-рецепторное взаимодействие по принципу комплементарности. Например, у граммоотрицательных бактерий роль адгезина выполняет фибрии, белки наружной мембраны, липополисахариды. У грамм положительных эта функция принадлежит поверхностным белкам, т.е. коевым кислотам. У капсульных бактерий роль адгезина выполняет капсульные полисахариды, полипептиды. У бактерий, которые образуют слизь на поверхности клетки, гликокаликс, содержащийся, находящийся в состав слизи, обуславливает их прикрепление к субстрату. У вирусов же адгезия происходит за счет белков капсида или гликопротеинов суперкапсида. Колонизация. Стойкая колонизация и адгезия возможны только в том случае, если микробы могут выстоять против биоцидных и биостатических факторов слизистых оболочек. И необходимо заметить, что инфекционный процесс не разорвется, если не будет адгезина и факторов для колонизации. Вот, к примеру, элегантно-рецепторное взаимодействие клетки хозяина и клетки бактерий. Микроорганизмы, которые лишены адгезинов, быстро вымываются из организма различными факторами. Факторы патогенности, которые обуславливают анивазивность и агрессивность, то есть способность микробов распространяться по макроорганизму, противостоять его защитным факторам. Она обуславливается обычно действием ферментов микробов, которые особенно характерны для облигатных неклеточных паразитов. Эти ферменты могут оказывать действие как дистантно, так и местно. Разнообразные ферменты микробов способствуют инвазию и распространению макроорганизма. Например, гиалуронидаза, который щепляет гиалуроновую кислоту, входящую в состав соединительных тканей, тем самым обуславливая распространение микроорганизма по макроорганизму. Гиалуронидаза расщепляет сиаловую кислоту, входящую в состав поверхностных рецепторов клетки, благодаря чему микроорганизмы способны взаимодействовать с поверхностными структурами клеток. С помощью данного фермента микробы преодолевают муцинозный слой, который покрывает поверхность слизистых оболочек. Данный фермент также способствует и проникновению внутрь клеток, и распространению по межклеточным пространствам. Например, плазма коагулаза ведет к образованию воспалительного мочеге вокруг микробов капсулы в результате коагуляции плазмы. Это препятствует их вагоцитозу и действию комплимента. Кроме фермента, важная роль патогенности принадлежит жгутикам, которые осуществляют движение микробов, а также гетерофильным или же общим антигенам, которые имеются у представителей разных видов. Например, такие антигены обнаружены у лиц первой группы крови, возбудителя чумы и также других микробов. Благодаря наличию гетерофильных антигенов, макроорганизм не распознает такие микробы, как чужеродные, и это способствует их сохранению в макроорганизме. Данное явление получило название антигенными микриями, и это явление мы с вами более подробно будем изучать в разделе иммунологии. Факторы патогенности, которые обладают антифагоцитарной активностью, к ним относятся капсулы, микрокапсулы, слизистые чехлы и входящие в их состав антигены. Например, капсула защищает микробы от действия изосомальных ферментов и перескисных радикалов фагоцитирующих клеток. Капсульные варианты микробов, как правило, вызывают более тяжело протекающие заболевания, чем их бескапсульные варианты. Антифагоцитарные свойства у микробов также обусловлены такими факторами, как синтез веществ, подавляющих химотаксис фагоцитов и противодействующих внутриклеточному перевариванию, препятствующие слиянию изосома с фагоцомой, продукция ферментов, инактивирующих перескисные радикалы, оказывающие киллерный эффект, устойчивость к изосомальным ферментам. То есть, можно сказать, что механизмы внутриклеточного существования микробов и незавершенного фагоцитоза весьма многообразны. Хотела вам показать на анимации, как защищают капсулы микроорганизма от их поглощения фагоцитирующими клетками. Помимо адгезинов, ферментов, агрессинов и других факторов, которые, допустим, препятствуют фагоцитозу, большое значение имеют токсины микробов, которые обуславливают развитие симптомов интоксикации при инфекционных заболеваниях. Токсины бактерий – это продукты метаболизма, которые оказывают непосредственно токсическое действие на специфические клетки макроорганизма или же действуют опосредованно, вызывают развитие симптомов интоксикации в результате индукции ими образования биологически активных веществ. По физико-химической структуре и биологическим свойствам токсины бактерий делятся на белковые токсины и эндотоксины. Белковые бактериальные токсины, включая термолобильные и термостабильные белки, могут образовываться как граммоположительными, так и граммоотрицательными бактериями, но в основном синтезируются граммоположительными бактериями. Они обладают терапизмом, то есть выборочно действуют на клетки или ордены, и под действием формалином могут нейтрализоваться и превращаться в анатоксины. По степени связи с бактериальной клеткой их подразделяют на три класса. Первый класс А, секретируемый в окружающую среду, например, гистотоксин дифтерийной палочки. Класс Б, токсины, частично связанные с микробной клеткой, частично секретируются в окружающей среду. Они находятся в переплазматическом пространстве и еще их называют мезотоксинами. И класс С, токсины, которые связаны с микробной клеткой, и попадают в окружающую среду только в результате гибели клетки, например, шиго- и шиго-подобные токсины. По строению белковые токсины делятся на простые и сложные токсины. Простые токсины образуются в виде единой полипептидной цепочки, то есть протоксины. Он бывает неактивным в функциональном отношении и может активироваться под действием протеаза самого микроба, протеаз нормальной микрофлоры, а также протеаз тканей и клеток макроорганизма и превращается при этом в активную БА структуру, бифункциональную структуру. Часть Б не обладает токсичностью. Это природный токсоид. Он выполняет транспортную функцию, взаимодействует со специфическим рецептором на эукоритической клетке и обуславливает проникновение токсической группы А. Субъединица А активна только при наличии субъединицы Б. Сложные токсины представляют собой готовую бифункциональную структуру. Она состоит уже из одной или нескольких Б субъединиц, соединенных с А субъединицей. Субъединица А тоже может быть представлена двумя субъединицами А1 и А2. Часть Б, после того, как часть Б взаимодействует со специфическим рецептором эукоритических клеток, часть А может диссоциировать на две субъединицы. А2 осуществляет транспорт активатора через цитоплазматическую мембрану, а активатор как раз-таки проникает в цитоплазму и осуществляет свой патологический эффект. Вот, пожалуйста, давайте на самом элементарном примере посмотрим, как действуют вот эти токсины, их субъединицы, связывающие Б субъединицы и проникновение компонента А, который там в клетке будет осуществлять свой патологический эффект. И по механизму действия все токсины подразделяются на 5 групп. Токсины. Первая группа – это токсины, повреждающие клеточные мембраны. Они нарушают плазматическую мембрану эукоритических клеток с помощью ферментативного гидролиза или в результате формирования крови. Они вызывают не только лизисклеток, но также способствуют распространению бактерий в макроорганизме. Примером такого токсина является альфотоксин возбудителя газовой гангрены. Поры, образующие токсины, формируют трансмембранные поры, нарушают селективный вход и выход ионов через плазматическую мембрану. Это ведет к кризису клетки. К ним относятся, например, гемолизин кишечной палочки, к эйфринболизин того же возбудителя газовой гангрены. Токсины, ингибирующие синтез белка. Субстратом для них служит фактор элангации и 28-либосомальная РНК. К ним относятся гистотоксин, возбудителя дифтерии, экзотоксин синегнойной палочки и шигоподобные токсины. Например, дифтерийный гистотоксин связывается с фактором элангации, то есть связываясь с фактором элангации ЕФ2, ведет к его инактивации и подавлению синтеза белка в клетке, в результате чего клетка погибает. Токсины, активирующие пути метаболизма вторичных мессенджеров, они влияют на функцию отдельных белков элополитической клетки, не вызывая при этом ее гибель. Они активируют вторичные посредники, которые усиливают или искажают клеточные реакции на внеклеточные сигналы. Например, энтеротоксин кишечной палочки, связываясь с рецептором гуанилатциклаза, приводит к увеличению циклического ГМФ, он обращает в обратную сторону стоп электролитов, подавляет абсорбцию ионов натрия, повышает секрецию ионов хлора, что ведет к развитию диареи. Холерный энтеротоксин, его А1-субъединица, инактивирует белок, который регулирует активность аденилатциклаза клеточных мембран. Это приводит к увеличению внутриклеточного содержания циклического аденозин монофосфата, нарушению всасывания ионов натрия, калия, воды и развитию пропузной диареи при холере. Токсины протеазы в качестве примера можно привести нейротоксины ботулинические и столбнячные, а также лекторальный фактор токсиновозбудителя сибирской язвы. Оба нейротоксина синтезируются в виде крупных полипептидов, активируемых путем протеолитического расщепления. Мишенью этих токсинов в клетках является группа белков, которые необходимы для стыковки и соединения синаптических пузырьков с пресинаптическими плазматическими мембранами с последующим освобождением нейромедиаторов. Ботулотоксин связывается с рецепторами на поверхности пресинаптической мембраны двигательных нейронов с периферической нервной системы и вызывает протеолиз белков нейронов. Это приводит к ингибированию секреции ацетинхолина, это препятствует мышечным сокращениям и проявляет развитие вялых параличей периферических нервов. Титаноспазмин сначала связывается с рецепторами на пресинаптическом мембране мотонейронов, может внедряться в тормозящие и вставочные нейроны. Это приводит к блокаде, и под его действием происходит блокада секреции гамма-аминобутировой кислоты и глицина, это вызывает перевыбуждение мотонейронов, ведет к стойким мышечным сокращениям. Он является ингибитором инактиваторов ацетинхолина. Суперантигены или активаторы иммунного ответа к этой группе токсинов относятся токсин синдрома токсического шока, энтеротоксины, эксфолиативные токсины стапилококус ауреус и пирогенные экзотоксины стриптококус пиогены. Они относятся к суперантигенам, могут действовать непосредственно на антиген, презентирующий клетки иммунной системы, а также Т-лимфоцитов, и это в результате активации эти клетки продуцируют большое количество цитокинов и лимфокинов, в результате чего развивается патологический процесс, который называется токсическим шоком. Если сравнить, то есть если провести сравнительную характеристику токсинов бактерий, то можно найти отличие между их отношениями к температуре, по структуре, то есть, например, экзотоксины являются белками в основном, эндотоксины – это липополисахарид, связанный с белком, по происхождению они выделяются в основном грамм положительными бактериями, эндотоксины выделяются только грамм отрицательными бактериями, экзотоксины обладают терапизмом, которому лишен эндотоксин, и, конечно же, по антигенности экзотоксины являются наиболее иммуногенными, то есть антигены, к которым появляется полноценный иммунный ответ, в свою очередь эндотоксины являются слабыми антигенами. Эндотоксины являются бактериальными модулинами, они обладают огромным спектром биологической активности и являются термостабильным и выделяются граммоотрицательными бактериями только после их гибели. Липополисахарид состоит из Липополисахарид состоит из липида А, из ядра коровой части, базисной части и о специфических олигосахаридных цепей, которые обуславливают антигенную специфичность. Если помните, она находится, как бы заякорен в наружной мембране, которая имеется только у грамм отрицательных бактерий. Как мы указали выше, эндотоксин не имеет, не обладает органотропности и тропизмом клетки, он вызывает общетоксические симптомы, основной точкой приложения эндотоксина являются моноциты или макрофаги, на поверхности которых имеется рецепт CD14. Образующийся при разрушении бактериальной клетки эндотоксин связывается с белком острой фазы, это LPS-байндинг протеин, то есть белок, связанный с липополисахаридом, концентрация которого в сыворотке крови при острых процессах существенно возрастает. Этот белок доставляет липополисахарид CD14 клеткам к этому рецептору, который связан со вспомогательным белком. И эти белки передают активационный сигнал внутри клетки. В результате происходит экспрессия генов и происходит выработка провоспалительных цитокинов. Вот они указаны вот здесь на презентации. И таким образом воздействие определенных доз липополисахарида является мощным стимулятором врожденного иммунитета. Однако чрезмерная активация клеток крайне нежелательна, потому что синтез ряда провоспалительных цитокинов может вести к развитию эндотоксического шота, который протекает тяжело и нередко заканчивается смертью. Теперь поговорим с вами о роли макроорганизма в возникновении инфекционного процесса. Основными свойствами макроорганизма, определяющими возникновение и течение исход инфекционного процесса, является резистентность и восприимчивость. Различают видовую и индивидуальную восприимчивость, а также видовую и индивидуальную резистентность. К примеру, допустим, водяные крысы, зайцы, домашние мыши, хомяки – высокочувствительные возбудители турелемии. В отличие от них же, кошки, лисицы, хорьки практически нечувствительны данному микроорганизму. Восприимчивость может быть как видовой, так и индивидуальной. И они тесно связаны с физиологической реактивностью или способностью отвечать изменениями жизнедеятельности на воздействие извне. Например, существует ряд факторов, которые влияют на реактивность макроорганизмов. Это видовая принадлежность, генетические особенности, возраст. Например, дети до 6 лет не восприимчивы корей, дифтерией. Это связано с тем, что они получают расплацентарно-материнский иммуноглобулино-Джи. У девочек раньше, чем у мальчиков, происходит формирование иммуносистемы, поэтому они более устойчивы к действию неблагоприятных факторов. Однако, допустим, в ряде случаев, например, у женщин во время гниструации, беременности, родов, в результате повышения продукции гормонов именно депрессантов, повышается восприимчивость к возбудителям гноеродных инфекций. Голодание или недоедание, белковая, витаминная недостаточность также оказывает неблагоприятное влияние, вызывает снижение реактивности немаловажную роль, также играет состояние нервной, эндокринной и иммунной систем, работа которых взаимосвязана. Клетки иммунной системы имеют рецепторы сигнальные молекулы макроорганизма, гормоны и нейромедиаторы. Психоэмоциональное, посттравматическое состояние, стресс при утрамлении ведут к улетению иммунных реакций в результате повышенного выброса глюкокортикоидов, одна из функций которых заключается в защите макроорганизма от гиперактивности иммунной системы и развития аутоиммунных процессов. Немаловажную роль, конечно, играет также и в состоянии нормальной микрофлоры, о которой мы с вами говорили в теме экологии. Факторам внешней среды, влияющим на возникновение инфекционного процесса, конечно же, это те факторы, с которыми окружен макроорганизм. Например, существуют различные факторы, это физические, химические и биологические факторы. Допустим, народ температуры и влажности окружающей среды указывает сезонный подъем и заболеваемость различными инфекциями дыхательных путей. Низкая температура, высокая относительная влажность, которая наблюдается в осенне-зимний период, оказывает неблагоприятное воздействие на реактивность макроорганизма. Определенную роль играет действие в таких природных факторах, как ультрафиолетовое излучение, ионизирующая радиация. Небольшие дозы рентгенов средств лучей могут повышать резистентность животных к различным заболеваниям, а повышенные дозы снижают ее, способствуют активации нормальной микрофлоры, развитию бактеремии и септицимии, что при этом нарушает сопроницаемость резистых оболочек, уменьшается их барьерная функция. Значение социально-бытовых условий также проявляется, имеет значение в распространении инфекционных заболеваний среди лиц, которые проживают на отдельной территории, занимающейся определенным производственным видом деятельности. Например, в силу профессиональных особенностей за анозами чаще болеют лица, работающие с животными и проживающие сельской местности. Роль производственных факторов отражена в образовании названия ряда инфекционных болезней. Например, сибирскую язву называют болезнью тряпичников, туберкулез – болезнью пролетариата, брюшной тип – болезнью коммунальщиков. Важную роль распространения инфекционных заболеваний играют материально-бытовые условия жизни, уровень развития санитарной культуры населения, национальные или герезные обычаи и так далее. И необходимо помнить, что инфекционные болезни прежде всего являются показателем социального состояния общества. Рост их свидетельствует об экономическом неблагополучии общества, его слабом экономическом развитии. Классическим примером социальных заболеваний являются туберкулез, лепра, трахома, протозойные инфекции. Особенно резко появляется влияние социальных факторов во время политической и экономической нестабильности, сочетающейся с природными катаклизми. Например, национальные бедствия, военные действия ведут значительные гибели людей, уничтожение природных экономических ресурсов, бесконтрольные миграции населения, ухудшение материальных, а также санитарно-бытовых условий жизни. Инфекционная болезнь – это специфическое состояние, вызванное отдельным, состоятельным, видовым, иногда типовым отношением возбудителя. Непосредственно причина возникновения инфекционной болезни служит внедрение макроорганизмов патогенных микробов и их токсинов, которые вступают в взаимодействие с клетками и тканями макроорганизма. Для инфекционных болезней существует ряд особенностей, которые я вам хочу сейчас перечислить. Для них характерна нозологическая специфичность, то есть каждый патогенный микроб вызывает свою, присущую только ему, инфекционные болезни и локализуется в том или ином органе или ткани. Нозологической специфичности нет условно-патогенных микробов. Инфекционные болезни характеризуются контагиозностью, то есть заразительностью, под которой подразумевается лёгкость, с которой возбудитель передаётся от заражённого организма, не заражённого. Для инфекционных болезней так характерно наличие заразительного периода, например, промежуток от течения инфекционной болезни, когда он распространяется от больного макроорганизма к восприимчивому макроорганизму. Существует так для качественной оценки степени контагиозности применять индекс контагиозности. Например, корь относится к высококонтагиозным болезням, поскольку корей болеет практически 100% лиц, которые контактируют с больным. В то же время эпидемическим паратитом, который в простонародье называется свинкой, переболевает менее половины лиц, которые потреблялись опасности заражения. Индекс у коронавируса, то есть коронавируса нового типа COVID-19 равен 2-4%. То есть при контакте с больным человеком может заболеть от 2 до 4 человек. В ходе инфекционных болезней происходит формирование иммунитета, напряженность и длительность которого различаются от выраженного и стойкого, практически исключающего повторное заражение в течение всей жизни, и кратковременного иммунитета, который обуславливает повторное заражение даже спустя через короткий промежуток времени. В большинстве инфекционных болезней формируются стойки напряженной иммунитета. Для постановки диагноза при инфекционных болезнях применяются микробиологические и иммунологические методы диагностики. А также, то есть это методы, мы уже с вами частично эти методы проходили, изучали, это микроскопические, бактериологические методы, вирусологические. Нам осталось также молекулярно-генетические исследования, постановка биопробы, а нам осталось еще изучить с вами терологические методы диагностики. Эти методы все делятся на основные и дополнительные. Также существуют среди них методы экспресс-диагностики. Основные методы диагностики применяются для постановки диагноза у каждого обследуемого больного в зависимости от динамики заболевания. А дополнительные же методы как бы подтверждают проведенные основные методы. И существует экспресс-диагностика, который позволяет поставить диагноз на ранних сроках болезни. Для лечения профилактики инфекционных болезней, помимо антиотропных препаратов, допустим, антибиотиков или других, допустим, противовирусных препаратов, применяются специфические препараты. Это вакцины, сыворотки, иммуноглобулины, бактериопаги. Также для восстановления микрофлора используются пробиотики. Также можно назначать иммуномодуляторы, которые все эти препараты могут быть направлены против данного микроба и его токсина. По этиологическому признаку, инфекционные болезни делятся на бактериальные, вирусные, гриптовые, патозоидные и прионовые. Каждое инфекционное заболевание имеет цикличность течения, то есть цикличность, которая заключается в наличии последовательно сменяющихся периодов, исходя из патогенеза заболеваний. И существует несколько периодов развития болезни. Период с момента внедрения микроба в макроорганизм до начала первого клинических проявлений болезни получил название инкубационного периода. В этот период происходит адаптация возбудителя к макроорганизму. Признаков болезни в это время нет. Макроорганизм в конце инкубационного периода может представлять эпидемиологическую опасность, так как возможно выделение из него микробов в окружающей среде. Длительность инкубационного периода, я вам чуть попозже покажу, отличается в зависимости от возбудителя. Например, при вирусном гепатите он может быть очень длительным, а при гриппе составляет всего несколько пару дней. Продраммальный период или начальный период, это период предвестников, начинается с появления первых клинических симптомов болезни общего характера, то есть появляется озноб, повышение температуры, головная боль, тошнота. Характерных специфических симптомов пока нет, на месте входных ворот иногда может вызывать первичный аффект. Продраммальный период наблюдается не при всех инфекционных болезнях и может длиться от 1 до 2 дней, но иногда может удлиняться даже до 10 дней. Продраммальный период сменяется периодом выраженных клинических проявлений, то есть это период разгара, характеризуется максимальной выраженностью неспецифических симптомов и появлений специфических или патагномоничных для данного заболевания. Период рекомболисценции характеризует отсутствие клинических симптомов, восстановлением структуры и функций органов, прекращение размножения возбудителя и его гибели, либо может перейти в микробоносительство, это мы уже с вами обсуждали. Вот посмотрите, пожалуйста, разные длительность инкубационных периодов в зависимости от возбудителя. Посмотрите, какой длительный инкубационный период может наблюдаться при лепре, эйспиде, а также при гепатите В. В клинических целях принято выделять тип, тяжесть и течение инфекционной болезни. По типу принято понимать выраженность признаков, свойственных данной нозологической форме. Например, имеются типичные формы болезней, при которых замечаются все ведущие клинические симптомы и синдромы. К атипичным формам относятся стертые, инапарантные, а также молниеносные и абортивные формы. При стертых формах отсутствует один или несколько характерных симптомов, или же симптомы очень слабо выражены. Инапарантные, они протекают без клинических симптомов. Они обычно диагностируются с помощью лабораторных методов исследования. Молниеносные, фульминантные, они характеризуются очень тяжелым течением, быстрым развитием всех клинических симптомов. В большинстве случаев эти формы заканчиваются летально. При абортивных формах с самого начала развивается болезнь атипично, но внезапно обрывается. Это характерно, например, для брюшного типа у привитых. По характеру течения различает течение, гладкое течение без обострения, рецидивов или течение с обострениями, рецидивами и осложнениями. По длительности заболевания инфекционной болезни может быть острым, когда процесс заканчивается в течение 1-3 месяцев. Подострое затяжное в течение 4-6 месяцев и хроническое более 6 месяцев. Инфекции по происхождению различают тоже несколько форм инфекционного процесса. Различают экзогенную и эндогенную инфекцию. Экзогенная инфекция возникает в результате заражения микробами извне. Эндогенная или аутоинфекция вызывает установлено патогенным представителем нормальной микрофлоры. Возникновение эндогенной инфекции связано с ослаблением защитных сил макроорганизма, подлиянием факторов, ведущих снижения его резистентности и развитию вторичного иммунодефицита. В зависимости от локализации возбудитель различает отчаговую и генерализованную инфекцию, когда микроб распространяется в макроорганизмы лимфогенно, гематогенно, бронхогенно и перенебрально. И в том случае, если микроб в короткий промежуток времени находится в крови, не размножаясь ней, говорят обактериемии, обирусении или паразитемии. Более широким понятием чинбактериемии и вирусении является антигенемия, когда в крови обнаруживают антигены или их комплексы, которые представляют клетку микроба. При наличии токсинов, говорят, о токсинемии, например, существуют так называемые токсинемические инфекции, когда микроб остается у входных ворот инфекции, а весь патогенез заболевания обусловлен действием токсинов. В тех случаях, когда кровь и линква являются местом постоянного питания и размножения микробов, говорят о сепсисе или септицемии. Инфекция, вызвана одним видом микроба, получила название моноинфекция. Одновременно несколькими видами микробов в них смешаны. От нее следует отличать вторичную инфекцию, которая развивается уже на фоне имеющегося инфекционного процесса. Чаще всего, к примеру, можно привести вторичную пневмонию, допустим, которая развивается, бактериальная пневмония, которая развивается при гриппе. Суперинфекция – это повторное заражение тем же микробом, что ведет к усилению клинической картины болезни. При этом реинфекция – это повторное заражение тем же микробом, но после полного выздоровления. По источнику инфекции они подразделяются на антропонозные, зоонозные и сопромозные. Естественно, источником инфекции, когда является человек, инфекция называется антропонозная. Когда источником инфекции является животное, это зоонозная инфекция. И если источник инфекции находится в объектах окружающей среды, например, в воде или почве, такие инфекции называют сопронозные. И, естественно, инфекция отличается и по входным воротам. Антропонозные инфекции можно отнести брюшной тип, гепатит А, респираторные инфекции – это дифтерия, корь и краснуха. Среди зоонозных инфекций необходимо ответить бруцеллез, сибирскую язву, лихорадку кул, чуму. Сопронозные инфекции, хотя иногда в некоторых книгах сибирскую язву относят к сапрозоонозным инфекциям, так как возбудитель может передаваться человеку и через почву, так как скорые возбудителя могут обитать долгое время в почве, а также при контакте с сельскохозяйственными животными. По длительности взаимодействия микроорганизма с макроорганизмом различают несколько форм инфекции. Например, инфекция может быть манифестная, то есть проявляется со всеми клиническими симптомами, или же не проявляется клинические, что называют инопарантные формы инфекции. Инопарантная инфекция характеризуется отсутствием клинических симптомов и развитием определенного комплекса иммунологических функциональных структурных изменений в макроорганизме. Данная форма заканчивается формированием иммунитета и полным освобождением макроорганизма от микроба. Длительное пребывание микробов в организме или персистенция может развиваться в виде микробоносительства, латентной инфекции и хронической инфекции. Механизмы развития персистенции разнообразны. Например, микробы могут образовывать L-формы, допустим, бактерии, цисты могут образовывать, дефектные вирусные частицы, формирование лекарственной устойчивости. И, например, микробоносительство отличается тем, что инфекционный процесс на субклиническом уровне, при котором микроб в короткий длительный промежуток времени находится в макроорганизме, а в ряде случаев он может даже там сохраняться, не вызывает клинических проявлений, но выделяется в окружающей среду. Носительство может сформироваться как в результате перенесенного заболевания, так и развиваться на одной из стадий инфекционного процесса. Латентная инфекция – своеобразная форма микробоносительства, при которой микроб длительно находится в макроорганизме, но не выделяется в окружающей среду. Например, возбудитель груцеллеза, сипериза, герпетических инфекций, таксоплазможен, могут вызывать латентную инфекцию. Хроническая инфекция, которая длится свыше 6 месяцев, может протекать в виде непрерывной рецидивирующей формы. Она может сменять ремиссию и обострение, при которой микроб может выделяться в окружающей среду в течение даже нескольких лет. И к первично-хроническим заболеваниям можно отнести груцеллез, туберкулез, лепромалярия. В вирусологии отдельную группу выделены медленные вирусные инфекции. Основные свойства вирусов мы с вами разбирали на предыдущих занятиях, поэтому я на них не буду останавливаться, коснусь только некоторых, чтобы мы помним, что вирусы могут содержать только один тип нуклеиновой кислоты. Размножение вируса внутри клеток называется репродукция. Репродукция происходит особым дезинктивным способом размножения, когда компоненты вируса синтезируются в различных местах клетки. Вирусы являются облигантно-нутриклеточными паразитами и средой обитания вирусов являются живые клетки, то есть бактерии для бактериопадов и вирусы для... а для вирусов человека это организм человека. По типу взаимодействия вирусов с клеткой, чувствительными клетками, различают продуктивный тип инфекции, она происходит обычно в пермиссивных клетках, характеризуется полным циклом репродукции, которая заканчивается формированием инфекционного потомства. Абортивная инфекция, не заканчивается формированием инфекционных вирусных частиц, может развиваться в результате генетической устойчивости клеток к этому вирусу, то есть к непермиссивности, а во-вторых, может развиваться в результате заражения клеток дефектными вирусами, у которых отсутствует полный набор вирусных генов, необходимых для репродукции. Если же геном вируса встраивается в геном клетки хозяина, то развивается интегративный тип взаимодействия, либо иначе называется вирогением. Если геном вируса ликвицируется вне зависимости от клеточного генома, такая инфекция называется автономной. Если же вирусный геном, повторяю, интегрирует в состав генома клетки и ликвицируется вместе с ним, то такая инфекция называется интегративной. И в результате автономной взаимодействия вируса с клеткой, допустим, может развиваться циталитический эффект, то есть заканчивается гибелью клетки, а инфекция, которая непосредственно не приводит к лизису клетки и в результате клетка продолжает функционировать и продуцировать при этом вирусные частицы, называется нециталитическим типом. Абортивная же инфекция, как известно, может остановиться на одном из этапов инфекционного процесса. Циталитическая инфекция можно наблюдать, допустим, в культуре клеток на основании цитопатических эффектов, которые оказывают вирусы на клетке, например, различные изменения морфологии клеток, нециталитические эффекты могут быть сопровождены деструктивными изменениями внутри клеток, допустим, вакуализации клеток, обназовании синтитцев и синтластов. Интегративная инфекция развивается в результате взаимодействия вирусного генома с геномом клетки хозяина. Интегрированный вирус называется провирусом, и при этом образование дочерних вирусных частиц не происходит, и этот тип взаимодействия лежит в основе плакачественной трансформации клеток, так как развивается здесь персистирующая инфекция, и в зависимости от выделения вируса в окружающей среду и возникновения симптомов заболевания в виде вируса носительства латентной хронической медленной вирусной инфекции различают несколько видов вот этой интегративной инфекции. Эпидемический процесс – это процесс возникновения и распространения среди населения специфических инфекционных состояний, от бессимптомного носительства до манифестных состояний, вызванных в циркулирующем коллективе возбудителей. Биологической основой эпидемического процесса является паразитарная система. Взаимодействие паразитарной системы с социальными условиями жизни населения превращает ее в эпидемический процесс. Эпидемический процесс обуславливает непрерывность взаимодействия трех его элементов – источника инфекции, механизмов, путей и факторов передачи и восприимчивости коллектива. Выключение любого из этих звеньев приводит к прерыванию эпидемического процесса. Как мы с вами уже говорили, что существует в зависимости от локализации возбудителя, а также имеется механизм передачи и, соответственно, различается попадание микроорганизмов в макроорганизм, происходит через определенные входные ворота. И поэтому механизмы передачи, существует несколько механизмов передачи – это фекально-оральный, аэрогенный, кровяной, контактный, а также вертикальный, допустим, через плаценту. По зависимости от источника инфекции различают антропонозные, занозные и сопронозные инфекции. В зависимости от, допустим, от факторов передачи, различают также, имеются различные факторы передачи, пути передачи и соответственный механизм передачи. Например, кишечная инфекция в основном передается фекально-оральным механизмом, который включает алиментарный, водный, контактный бытовой пути. Аэрогенный механизм, который способствует наиболевому распространению коронавируса, включает в себя воздушно-капельный и воздушно-пылевой путь. Воздушно-пылевым путем обычно возможно заражение большим количеством микозов. То есть, когда споры возбудителя находятся в почве и с пылью они попадают в дыхательный тракт организма. Кровяной или трансмиссивный путь, он включает заражение через курсы кровососущих насекомых, а также парентеральные манипуляции, в результате которых можно заразиться, например, гепатитом В или гепатитом С. Контактный путь включает прямой контакт и опосредованный контакт, и также вертикальный, о котором я вам упомянула в предыдущем слайде, когда происходит заражение от матери к ребенку. Интенсивность эпидемического процесса выражается в интенсивных показателях заболеваемости, то есть смертности, количество заболевших или умерших на 10 тысяч или на 100 тысяч населения с указанием на звание болезни в территории исторического отрезка времени. Эпидемиологи различают три степени интенсивности эпидемического процесса. Это спорадическая заболеваемость, обычный уровень заболеваемости данной нозологической формы на данной территории, данные исторические отрезы времени. Эпидемия – это уровень заболеваемости данной нозологической формы на данной территории в конкретный отрезок времени, резко превышающий уровень спорадической заболеваемости. И пандемии, в которой мы сейчас все с вами проживаем, это резко превышающий уровень обычных эпидемий. Как правило, такой уровень заболеваемости трудно удержать в рамках определенного географического региона, и заболеваемость обычно быстро распространяется, захватывая все новые и новые территории. А эндемия, в отличие от эпидемии, локализуется обычно на некоторой географической территории, где возбудитель циркулирует между определенными видами животных. И в соответствии с предупреждением эпидемии, для создания в коллективах иммунной прослойки, помимо проведения вакцинации против соответствующих возбудителей и обеспечиванием благополучия населения, необходимо проводить противоэпидемические мероприятия, направленные на источник инфекции. Например, это нужно госпитализировать, выявлять, изолировать и лечить. Вторая группа мероприятий направлена на разрыв механизмов и путей передачи, и третья группа направлена на восприимчивых коллектив. В зависимости от этого инфекции подразделяют на управляемые, при которых имеются эффективные меры воздействия на одно или несколько звеньев эпидемического процесса, например, допустим, можно провести вакцинацию, и неуправляемые, при которых такие меры отсутствуют. Поэтому конечная цель эпидемиологии в борьбе с управляемыми инфекциями, их ликвидация в глобальном, то есть мировом масштабе. Спасибо за внимание. Спасибо.